Приветствую вас! И вы хотели бы, наверное, избавиться от вашего парня, показать ему, что вы в нём больше не нуждаетесь, дать ему понять, что он вам не нужен и так далее. Но у вас этого сделать не получается, потому что мужчина не даёт вам прохода, угрожает и так далее. Вы знаете, в этой ситуации у вас нет на самом деле большого спектра решения проблем. Нет, конечно, вы можете поговорить с парнем, начать ему, также угрожать, говорить ему, что если ты меня не оставишь там, например, то я пожаловываюсь на тебя в милицию или куда-нибудь ещё. Но это всё не выглядит, потому что мужчина будет думать, что вы, избегая его, всё равно к нему всё чувствуете. Почему? По какой причине? Дело в том, что любое отношение, любая реакция, в том числе отказ, вот если вы отказываетесь, в буквальном смысле отказ, это тоже проявление вашей реакции на него, а мужчина, если он от вас зависим, а он судя по всему именно зависим от вас, потому что ему вы нужны, но не как женщина, не как личность, а скорее как человек, который как-то удовлетворяет его желания, какие-то его потребности, и понятно, что он ничего так хорошего из этого не получится. Отсюда несложно сделать вывод, что наиболее правильным поведением для вас будет игнорирование, то есть просто тотальное, полное игнорирование молодого человека так, чтобы он, ну, вообще говоря, увидел, что вам всё равно. Если он рядом с вами, нету его рядом с вами, то есть он для вас вообще пустое место. Вот именно это и нужно вам сделать. Показать, показать ему, что он вас вообще не волнует никак. Да, понимаете, только через подобное поведение вы можете дать мужчине понять, что с вами ему, ну, вообще бесполезно что-либо делать. Целиком и полностью, совсем, вообще бесполезно. И вот пока вы этого не делаете, а пока вы как-то на него реагируете, вот он и будет к вам приставать. Он и будет не давать вам покоя. И да, от вас требуется чёткое, последовательное поведение, чёткая, последовательная позиция по отношению к мужчине. Хочешь что-то делать? Пожалуйста. Хочешь как-то себя проявлять по отношению к вам? Пожалуйста. Но вам всё равно. Да, от вас это потребует достаточно серьезных усилий, от вас это потребует достаточно больших доход энергии, терпения, ресурсов. Но это единственный способ от такого человека избавиться. Единственный способ, конечно, без привлечения третьих лиц. Без нарушения, там, закона, личных границ, человека и так далее. Ну а если мужчина уже опускает в дело руки, например, там, начинает вас хватать и не даёт вам пройти, то это уже нарушение вашей личной границы. Если вы имеете право обозначить на мужчину, вы имеете право в частности на улице, например, когда кричат, что он к вам подстаёт, и если мужчина таким поведением, он ставит себя вне рамок закона. Пока он действует более-менее. Нормально вы, с вами, можете действовать, отвечая на его проведение соответствующее. Если он просто с вами хочет быть понятным, но у вас есть четкая позиция. Это позиция игнорирования. Почему игнорирование так полезно? Почему игнорирование единственный способ? Ну, человек, когда хочет что-то получить за меня, а мужчина именно хочет от вас что-то получить за меня, я надеюсь, вы это понимаете, он всегда рассчитывает, что какие-то его действия узнают эффект, будет обратная связь. Он на эту обратную связь рассчитывает, ему эта обратная связь нужна, и именно она выступает целью его поведения. Если этой обратной связи не будет, мужчина будет чувствовать, что все его действия, все его усилия просто уходят в пустоту, и появится ощущение, что он как бы сам с собой. И вот так постепенно, постепенно вы покажете ему, что мужчина неплохо на единстве с собой существует. А у него появится уверенность в том, что он может, ну, точно таким же успехом, вот как он с вами находится, он может быть в одиночестве. И это занято первым шагом к тому, чтобы от вас потихонечку отходить, отстраняться, потому что, ну, какой смысл, ведь вы все равно его в упор не видите. Вот только так вам можно и поступать. К сожалению, других способов нет. По крайней мере, цивилизованных и нормальных точно нет. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если делаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо.